Добрый день, Олег Алексеевич! Белые львы очень редкие, но я хотела бы, чтобы вы рассказали историю появления белых львов в парке львов Тайган и зоопарке Сказка. Да, действительно, белые львы на нашей планете продолжают оставаться очень редкими, и немногие зоопарки мира могут позволить себе содержать этих редких животных. Те, кто не помнит, ребята, я напомню, кто мной подписался, что в середине прошлого века в парке Крюгер поймали всего одну пару этих уникальных белых львов, и в ЮАР стали их размножать, разводить для зоопарков всего мира. И они были очень дорогие, первое время их цена доходила особи 100 и больше тысяч долларов за одну особь. Вот, шло время, зоопарки Америки, Европы пополнялись этими белыми львятами, узнал о них и я, когда создавал парк львов Тайган с 2006 по 2012 год. В 2008 году я поехал в ЮАР, заболел белыми львами, вот, и заключил контракт на их приобретение. Три пары приехало белых львов из ЮАР по международному контракту. Когда я получил их, помню, был в ужасе, потому что, ну, стоили они десятки тысяч долларов, но когда мы распаковали ящики, то львы оказались не белые, а серо-черные такие больше, да. Оказывается, никто не проводил там обработку против экзопаразитов, и они были все в блохах. В общем, как я тогда пошутил, что одних блох из ЮАР мы привезли на две тысячи долларов. Вот, ну, конечно, мы их срочно обработали, помыли, отбелили, что называется. И вот с 2008 года пошло размножение белых львов в зоопарке «Сказка» и в парке «Львов-Тайган». Сегодня мы родили уже многие десятки белых львов и львиц, вот, и сегодня у нас очень качественное, хорошее потомство – две девочки. Нам как раз нужны две девочки, поскольку последнее время мы увезли и подарили двух белых львиц зоопаркам на новых территориях, которые сейчас есть. Поэтому для нас львички сейчас очень важны. Вот, сегодня белых львов насчитывается чуть больше трех сотен, по-прежнему их популяция невелика. В зоопарках России они содержатся всего в нескольких зоопарках, достаточно редко их можно увидеть. Вот, много очень смесей, всяких смешанных подвидов, вот, но вот чисто белые аборигены все-таки пока вот есть, содержатся у нас в парке «Тайган». Вот эти львички останутся у нас в парке, будут расти, вот, поэтому и радовать посетителей. Приятно держать в руках очень качественных львят, которым всего три дня, они пышат здоровьем. Вот, все просто очень-очень крепкие, вот, очень хорошая шкура у них, шерсть, глазки, пупочки, и мама их хорошо кормит. Олег Алексеевич, часто спрашивают, встречаются ли белые львы в природе, так же, как и черные, многие спрашивают. Черные львы, это, скорее всего, крашеные львы, я несколько фотографий видел в интернете, это фотомонтаж, мне неизвестно, чтобы в природе были черные львы. Вот, черная грива, да, до брюха, до задних бедер, да, бывает, и у нас такие львы есть, вот, ну, а черных львов я не видел никаких подтверждений, чтобы были в природе. Белых львов, как я уже сказал, в природе нет, они содержатся только в зоопарках всего мира, так же, как и белые тигры. Вот, это такая вот аномалия, вот, им тяжело выжить было бы в природе. Белый издалека виден, заметен, вот, а льву нужно незаметным быть, к нам идут павлины, павлины отойдут. В парке Тайган некоторые мамы высиживают вот так в кустах и водят павлинов, самые крепкие, самые здоровые павлины, кстати, вот. Ну, идите познакомьтесь, ребята, и скорее. Мама на павлине языке говорит, что опасно. Кошка какая-то говорит, осторожно, они сразу реагируют. Там вторая тетка подошла еще. Белых львов в Тайгане всегда можно увидеть, и в саванне часто, и на экспозициях на наших, и малышей, вот. Так что приезжайте в парк Тайган. Есть подростки у нас сейчас тоже. И любятить вот такими вот красотулями. Красотулями. Ну, а директор, конечно, счастлив, когда есть такие красавцы. Именно вот так их носит мама, и поэтому они замирают. Ну, я думаю, что мы сейчас понесем. О, кряколка. Маме. Вообще, белых львов тоже можно увидеть. Они как раз-таки здесь, недалеко находятся. Их очень много в парке львов Тайган. Это самая большая коллекция на постсоветском пространстве. Именно у нас. Это да. И, малыши, поехали. Больше. Пять, шесть, семь. Точно, если еще нет в кустах. В парке львов Тайган все плодится и размножается. А я думаю, что мы будем показывать периодически эту красоту. Ой, спать легли.